Бисмиллах, альхамду лиллях, ассалату ассаламу аля Расуллиллах. Сегодня у меня для тебя радостная весть. Эту весть, честно говоря, я узнал тоже только недавно. Послушай хадис, который приводится с хорошим и с надом. Приводится у Ибн Хиббана, который считает его достоверным, и Шуаиб Аль-Арнаут считает этот хадис хорошим. Передается от Аиши, ради Аллаху, анха. Она сказала, Однажды я увидел, что Пророк находится в хорошем настроении, и я попросил его, «О, посланник Аллаха, сделай за меня дуа, попроси за меня у Аллаха, субханава таля». И Пророк сказал, «О, Аллах, прости, Аиши, все грехи, которые она совершила раньше и все грехи, которые она совершит позже. И то, что она совершила скрыто или открыто». И Аиша так обрадовалась, засмеялась. Она ложила свою голову от смеха на колени Пророка Салаласа. До такой степени и так было приятно. Аль-Хамдаля, машаллах, засмеялась. Субханаллах. И Пророк Салаласом сказал, «А я сурру ки дуа и ляки?» И Пророк сказал, «Что тебя так радует? Наверное, моя дуа, которую я за тебя совершил». Она сказала, «Вамали и ля а я сурру не дуа уки?» «А почему мне не радуется такой дуа, машалла? Ты за меня такие вещи попросил?» «Валлахи, ха-за дуа и ли ум матиф и ба-да кулиссаля». Субханаллах. Это дуа, такой же дуа я обращаюсь за свою общину после каждого намаза. Субханаллах. Это радостная весть, это бешара, это от Аллаха Субханалла такая благая весть для тебя и для меня. Что же нам делать? Этот хадис порождает в нас еще больше любить Пророка Салалаллаху Салалам. Смотрите, он делал дуа, переживал за свою общину, после каждого намаза просил у Аллаха, чтобы Аллах простил наши грехи. Также нужно постоянно контролировать себя, чтобы быть в числе общины, то есть в числе последователей пророка, в своих мирских делах, в своем поклонении всегда переживай и думай, делаю ли я правильно, делаю ли я так, как меня учил этому пророк, чтобы оказаться в общине пророка Мухаммада, не обманывай себя, не обманывай себя. Ты можешь обмануть даже пророка, но ты не обманешь Аллаха и не обманешь себя. В судный день человек придет в общине, в числе последователей пророка, и ангелы будут людей отгонять от водоема. И пророк скажет, зачем вы их отгоняете, это же моя община, это же Мухаммад, это же Ахмад, это же Аиша, это же Хадиджи, это же Зайнаб. Но ангелы скажут, ты не будешь, ты не знаешь, ты не знал, как они изменяли твои религии после тебя. И пророк тогда скажет, сухкан, сухкан лиман баддаля баади, прочь, прочь тем людям, которые изменяли мои религии после меня. Поэтому не обманывай себя, в своем поклонении, в своей жизни постоянно живи, следуй, сунни посланника Аллаха во всех своих положениях.